Добрый день, у нас яркое солнце в Омске, рада всех приветствовать, кто уже у нас зашел на вебинар. Так, у нас тут есть вопросы, если камеры нет участия, возможно, конечно, возможно, вас никто видеть не будет, вы только смотрите, камера нужна, если вы, Татьяна, проводите вебинар. Итак, всем добрый день, на первый вопрос я сразу же ответила, меня зовут Юлия Нацкевич, я директор центра СНЕЙЛ, и мы начинаем, мы начинаем новую неделю, она же у нас и последняя неделя летней серии вебинаров. На дворе осенью, у нас еще летние вебинары, мы стартовали 15 августа, и вот у нас практически целый месяц идут вебинары, и мы очень рады, что к нам приходите, задаете вопросы, комментируете, слушаете, мы надеемся, что такая история у нас продолжится, надеюсь, она вам интересна, и вебинары центра СНЕЙЛ вам нравятся, вам нравится, кого мы приглашаем спикеры, вам нравится, как спикеры работают, поэтому я думаю, что мы осенью встретимся еще раз, уже на осенней серии вебинаров. Давайте поздороваемся, познакомимся, напишите, пожалуйста, в чате, из какого города центр СНЕЙЛ географически находится в городе Омск. У нас сегодня очень тепло, хорошо, такая погода, прямо для приятной прогулки, поэтому мы планируем сегодня всем коллективом после обеда, точнее, после окончания работы, обед у нас уже давно прошел, пойти и прогуляться. Итак, добрый день, Тюмень с нами, очень рады вам, Санкт-Петербург, да, Вера Павловна, добрый день, Лысева с нами, очень рады, Светлана Руслановна, что вы опять к нам пришли, постоянный наш участник вебинаров, Татьяна Орвская, Оренбургская область, как у вас там с погодой? Добрый день, Татьяна Попова из Коврова, библиотека семейных чтений, здравствуйте. Так, Елена Сергеевна из Ставрополя, добрый день, ну такая география достаточно обширная, но вот Омск пока крайняя точка на дальневосточную сторону нашей России, Табага Пушкина, Ольга, да, да, вы представляете сразу два региона, очень рада вас видеть. Наталья Самара, у нас тоже тепло, ну отлично, осень, когда теплое, такое прямо настроение замечательное, Наталья Белоярский с нами, Елена Викторовна Удмуртия, да, да, добрый день, Татьяна, бабье лето, бабье осень в разгаре, да, это самое шикарное время, я сегодня прямо в обед сходила, прогулялась, получила просто шикарное удовольствие, оставила машину и прошлась, желаю всем вспомнить об этом, эти полчаса, чтобы гулять, потому что, как там в известном мультике, если ты не увидишь света, то ты пропустишь целый день, поэтому вот сегодня нужно не пропустить. Москва, Подмосковье, замечательная погода, да, Ирина, добрый день, Казахстан, Атыра, с нами, здравствуйте, очень рады вас видеть, вот смотрите, сколько у нас уже из разных городов людей, мы видим, что у всех сегодня хорошая погода, а еще говорят, что понедельник день тяжелый, не верим, понедельник замечательный день, когда погода хорошая, то и настроение отлично, и все у нас хорошо. Итак, у нас сегодня с вами понедельник и вебинар, тема у нас на слайде, особенности настройки форм Google для проведения онлайн-тестирования викторин. Тема достаточно интересная, хоть мы и с Google знакомы, но, наверное, не все функции, возможности его используем полноценно, эффективно, и наш сегодняшний спикер Вера Павловна Караповская, гуру во всяких таких сервисах, технологиях, применении для образовательного процесса, и именно она сегодня расскажет нам на вебинаре об этих особенностях, как использовать форму Google как раз для онлайн-тестирования викторин. Вера Павловна, у меня все очень интересные и зажигательные вебинары, я очень рада, что те, кто сегодня пришли, реально смогут поучаствовать в таком мероприятии. Всех остальных ждем, всегда можно посмотреть в записи все наши вебинары, и это тоже. Завтрашнего дня мы уже выгрузим и разместим на сайте центра СНЕЙЛ. У нас час интересной работы. В конце вебинара я выйду еще раз и уже расскажу о дальнейших наших шагах, что и как в центре СНЕЙЛ еще есть, какие вебинары будут ближайшие. А сейчас приглашаю Веру Павловну присоединиться к нам. Начинаем работу. Здравствуйте, Вера Павловна. Добрый день, как меня слышно? Ну, замечательно. Ну, я надеюсь, что все уже готовы к работе, и прежде чем начать свой вебинар, я бы хотела провести небольшой опрос, чтобы узнать, насколько аудитория подготовлена по этой теме, и затем среагировать, насколько подробно мне в вещах рассказывать, или, может быть, что-то можно пропустить. Вот в начале ответьте, пожалуйста, на вопрос. Пользуетесь ли вы формами Google в образовательной деятельности? Здесь варианты ответа «Дай» или «Нет». Ну, вот вы можете отвечать, выбирать ответ, варианты ответа на экране. Я надеюсь, что всем видна формочка с вопросом и с вариантами ответа «Да» и «Нет». Ну, вот я вижу, что какая-то часть аудитории формами Google не пользуется, значит, нужно будет рассказать подробнее. Так, и теперь вопрос для тех, кто уже ответил, что умеет использовать формы Google для проведения. Ответьте, пожалуйста, вы, насколько вы умеете, умеете ли вы вообще настраивать формы для проведения тестов? Может быть, кто-то формы Google использует только как для опросов, для анкет, а для тестов не использует. Ну, вот тоже у нас есть слушатели, которые используют, а кто нет. Спасибо вам за ответы. И, значит, чуть-чуть подробнее я буду рассказывать об этом. И у нас еще будет возможность запуска экрана. Я свой экран заупущу, чтобы посмотреть, как вживую можно настроить эти формы. Ну, вот здесь пишут, что пропадает звук. Насколько это у всех? Коллеги, плюсики поставьте, пожалуйста, насколько вы слышите. Так, постараюсь говорить помедленнее тогда. Ну, фактически план вебинара вы уже увидели. Мы с вами рассмотрим все вопросы, касающиеся формы Google. В дополнение хочу сказать, что вот несмотря на то, что тесты многие учителя воспринимают с негативом, на мой взгляд, все-таки это одна из форм, которая позволяет структурировать и обобщить учебный материал. Да, приучает их, учащихся, увидеть главное и кратко это формулировать. А учителям позволяет в более сжатом таком вот виде, форме оценить усвоение обучающимся изучаемого материала. Современные формы Google позволяют и достаточно красочно оформлять сами формы, то есть добавлять изображения, добавлять видео для расширения информационной части тестов, делить тест на разделы, на страницы, чтобы легче было отвечать на вопросы. И позволяет добавлять разнообразные виды вопросов, виды заданий. Самые простые – это вот текста, выбор одного варианта, нескольких вариантов ответа и выбор из раскрывающего списка. Это достаточно стандартный набор вопросов, заданий, которые используются в тестах. В формах Google есть еще такие интересные виды, как, например, сетка или сетка флажков, когда можно более компактно представить вопросы, если у них идут однотипные варианты ответа. Например, да, нет, иногда. В этом случае эти вопросы группируются, они занимают гораздо меньше места на экране и, опять же, обучающимся удобнее с ними работать. Такие типы вопросов и заданий можно использовать и, например, по истории. Если есть у нас перечень событий, и нужно распределить, какие события, например, принадлежат каким войнам. То есть слева у нас будет перечень событий, вверху перечислены войны. Можно ввести даты, можно ввести время. То есть вот по истории как раз вот эти типы вопросов достаточно часто используются. То есть, например, когда началась Великая Отечественная война, да, во сколько там произошло такое-то или иное событие и так далее. Мы с вами рассмотрим как раз разные настройки форм Google для разных вариантов использования их обучающимися. И первый режим, который мы рассмотрим, это режим обучения. То есть, когда ученик в режиме тренажера выполняет задания, отвечает на вопросы, но не получает оценки за свою работу, но зато получает подсказки, получает, какие правильные, неправильно он дал ответы и так далее. В особенностях этого режима обучения еще то, что пока обучающийся правильно не ответит на все вопросы, он не сможет отправить эту форму, не сможет отправить эту форму. Ну вот давайте посмотрим на конкретных примерах. И вы также поучаствуете в качестве обучающихся. Попробуйте выполнить задание. Итак, первый пример, который я вам сейчас дам, это ребусы. Ссылочку я дала в чат. Откройте, пожалуйста, ее. И попробуйте решить ребусы и ответить на вопросы. В принципе, вы можете, если вы пытаетесь ответить на ребусы, расшифровать их, ввести любые слова. И затем отправить в форум. То есть это один из вариантов созданного теста для обучения. Вот я надеюсь, что вы ответили на вопросы. Можете сигнализировать плюсиками, что вы справились с заданием. И здесь изюминка в том, что после того, как отправили свои ответы, у вас после каждого вопроса есть комментарий. То есть проверьте, правильно ли вы отгадали ребусы и представите о профессии. То есть здесь ученик не видит, правильно ли он, неправильно ответил на эти вопросы. Но он имеет возможность увидеть, действительно ли правильно он узнал, перейдя по ссылке. И не просто узнать, правильно ли он ответил на этот вопрос, но и получить дополнительную информацию. Ну вот, в частности, здесь даны ссылочки на атлас новых профессий, где обучающийся может прочитать по той профессии, по которой заказан ребус. То есть таким образом строится режим обучения, когда ученики не только отвечают на вопросы, но и получают какой-то дополнительный материал, либо читают материал для закрепления изученного. Так, еще один пример. Еще один пример. Это тест на знание творчества Репина. И здесь в начале теста есть видео, которое необходимо посмотреть, и затем на основе этого видео ответить на вопросы. В данном тесте сезон прием необходимо дать правильный ответ, и пока не дашь правильный ответ, ты не можешь отправить эту форму. Вот я вам подскажу, что в каком году была написана картина. Это 1891 год, чтобы вы быстрее справились с этим заданием. Ну, остальные, я думаю, на остальные вопросы вы сами найдете ответы. Да, сейчас нужно посмотреть, чтобы вы получили представление о том, как выглядят эти тесты для самообучения, да, для обучения. И затем мы посмотрим особенности их настройки. Чтобы понимать, что именно настраивается и как. Ставьте, пожалуйста, плюсики, если вы вспомните с заданием, чтобы я видела, что можно перейти к дальнейшему изложению материала. Так, вот Елена уже справилась. Так, Татьяна справилась. Хорошо. Так, ну и давайте посмотрим. Итак, вы сейчас посмотрели два, две формы. Да, они настроены немножечко по-разному. То есть в первой форме в качестве правильных ответов даны подсказки, ссылки на ресурсы интернет. Во второй анкете ученик должен отвечать до тех пор, пока правильно не ответит на вопросы. Да, только потом он может отправить эту анкету. И соответственно, что обе эти формы настраиваются по-разному. Ну, первое, что вообще необходимо сделать для того, чтобы включить режим теста, это нажать кнопочку вот такую вот шестеренку, затем в закладке выбрать «Тесты» и включить эти тесты. Для реализации форм для обучающего характера этого достаточно. То есть больше никаких настроек здесь делать не нужно. Ну, вот для самих вопросов, конечно же, нужны настройки. Итак, первый вариант. Вариант, когда проверка введенного ответа ведется сразу. В этом случае вы открываете вопрос, затем нажимаете кнопочку с вертикальными тремя точками, выбираете проверка ответов, и затем у вас появляется окно, в котором необходимо сделать соответствующие настройки. Например, выбрать, что будет введенным значением. Число или текст, либо еще какие-то дополнительные материалы. С чем необходимо сравнить введенный ответ? Ну, вот в частности, если мы говорим о творчестве Лепина, то для вопросов, как он был настроен, написанная эта карта, необходимо выбрать число, равно ввести 1891, и затем написать, что будет в качестве ответа. Давайте я сейчас попробую переключиться на рабочий стол и показать, какие настройки у меня сделаны покрупнее. Ну, я надеюсь, вам виден сейчас уже рабочий стол. Поставьте плюсики, пожалуйста, что видна форма, которую я показываю. А я сейчас переключусь и посмотрю. Так, не видно. Так, коллеги, ну вот у меня, может быть, не хватает скорости, сейчас я еще раз попробую начать трансляцию. Если не пойдет, то будем работать по презентации. Итак, вот сейчас я переключилась еще раз на рабочий стол. Открыла форму, которую хочу вам показать. Ответьте, пожалуйста, появилась она у вас на экранах или нет. Так, вот, видите, плюсики. Замечательно. Итак, для того, чтобы настроить этот вопрос на проверку результата, мы нажимаем вот кнопочку с тремя точками вертикальными, выбираем проверка ответов, и вот здесь выбираем параметры для изменения. То есть мы можем выбрать число, текст, длина, какое-то выражение. У нас вводится число, значит число. Дальше мы можем выбрать равно, больше, чем меньше и так далее, между, диапазон какой-то. То есть разные варианты есть сравнения. Затем вводим эталонный ответ 1891. И затем пишем поясняющий текст, либо подсказку, либо правильный ответ. Опять же, для того, чтобы обучающийся еще раз прочитал, как он должен был ответить на этот вопрос и почему. Ну вот в частности у нас было написано, что если ответить неправильно, то неверно. Панно было начато в таком-то году, закончено в таком-то году. То есть вот такая достаточно подробная информация. И еще один прием, который можно здесь показать, это на третьем вопросе, кто изображен на портрете. Здесь мы также включаем, нажимаем кнопочку с тремя точками, но здесь настройки немножечко отличаются тем, что мы можем выбрать действия для каждого варианта ответа. И, например, если он выбрал неправильный вариант ответа, то мы отсылаем его к разделу, где написано о Павле Третьякове, то есть о том человеке, которого они должны были выбрать. То есть мы отсылаем их к странице с правильным ответом. То есть не просто пишем, что вы неверно ответили на этот вопрос, а даем ссылочку на странице, где этот ответ написан правильно и описано почему. Ну, в частности, мы отправили раздел Павла Третьяков, отправляем перейти к разделу Павла Третьяков, если неправильно ответит. И затем добавлен вопрос, вернувся к ответу, и мы можем снова вернуться в форму, чтобы ее отправить, либо продолжить отвечать на эти вопросы. Так, надеюсь, это понятно. Переключаюсь я снова в презентацию. Переходите в комнату вебинаров, если кто ушел. И рассмотрим второй пример. Это когда у нас форма служит для самоконтроля знаний обучающихся. В этом случае само прохождение теста такое же, как если бы он выполнял его на оценку, но здесь уже нет подсказок при выборе неправильного варианта ответа. И показ правильных ответов обучающийся видит после отправки формы. Ну и вот так же сейчас я вам дам ссылочку. Например. Это простая такая вот форма с загадками. Если бы мы делали эту форму для начальной школы, либо для дошкольников, чтобы с ними загадки отгадывать, можно было бы добавить к самим вопросам картинки, которые наталкивали бы на ответ, либо вот отвечать просто на вопросы. Так, ну я надеюсь, что с этим тестом вы все справились. И сейчас давайте опять же посмотрим особенности настройки. Здесь уже после того, как мы включили режим теста, мы делаем дополнительные настройки, что видно пользователю. То есть здесь мы уже включаем, что пользователь может видеть правильные ответы и неправильные ответы. Таким образом, когда ученик пройдет этот тест, он сможет увидеть, где он неправильно ответил на вопросы, и там же увидит правильный ответ. Вот если вы все выполняли правильно, сейчас попробуйте еще раз выполнить этот же тест, только введя, например, неправильное слово в качестве ответа, либо неправильное число, чтобы посмотреть, какой будет результат и как его увидит учащийся. Попробуйте еще раз сами выполнить, введя уже неправильные ответы. Так, сигнализируйте плюсиками, что вы справились с этим заданием. Замечательно. И сейчас посмотрим, как же настраивается режим самоконтроля. Он настраивается немножечко по-другому. Так, сейчас я переключаюсь на рабочий стол. Так, сигнализируйте, пожалуйста, видно ли форма. Вижу, что видите. Так, и посмотрите, пожалуйста. Теперь для того, чтобы нам задать правильный ответ, мы нажимаем вот здесь для вопроса, в левом нижнем углу есть слово «Ответы». Мы нажимаем «Ответы» и переходим в режим «Ввода вариантов ответа». Ну и здесь мы можем, например, ввести несколько вариантов. Вот для задатки про синий большой с усами и полностью набит зайцами ответ у нас троллейбус. Обучающиеся могут ввести это слово с маленькой буквы, с большой буквы. В принципе, конечно, на объяснениях мы можем написать, что введите слово с маленькой буквы, введите слово с большой буквы. Ну, в принципе, здесь мы можем добавить и разные варианты ввода этого слова. Ну, и, например, мы можем ввести, потому что, ну, загадку ученик может ответить, как бы отгадать правильно, но ввести слово «троллейбус» неправильно, например, с одной буквы «Л». Поэтому этот вариант мы тоже можем предусмотреть. пусть будет, как бы, неправильный ответ, введенное слово, но оно будет учтено в качестве правильного. То есть, вот, например, при викторине важно, как бы, правильно ответить на вопрос, возможно, даже записав ответ, ну, неправильно. И здесь поставить обязательно галочку «Пометить остальные ответы, как неправильные». Затем нажимаем «Изменить вопрос». И все изменения у нас будут сохранены. То есть, вот здесь не нужно забывать вводить правильный ответ. И, таким образом, выделяя каждый вопрос, нажимаем «Ответы», вводим «Правильные ответы» и помещаем «Поместить ответы, как неправильные». Здесь есть еще один такой режим «Добавить пояснение». То есть, здесь вы можете написать какое-то правило, которое ученики должны повторить, да, дать ссылку на какую-то статью, вставить видео и так далее. То есть, таким образом, опять же, этот тест будет для самоподготовки, да, самопроверки. И его мы можем дополнять каким-то дополнительным материалом. Так, и последний вариант – это уже полностью режим контроля. Когда во время выполнения теста обучающийся не знает, правильно ли, неправильно он ответил на вопросы, зачастую даже отправляя анкету, можно не давать доступ к правильным и неправильным ответам. Ну, многие учителя это делают для того, чтобы ученики не подсказывали друг другу, какие ответы правильные, какие неправильные. То есть, это вы уже режимы настраиваете самостоятельно, как считаете нужным. Здесь для каждого вопроса вы можете задать баллы и в зависимости от количества набранных баллов выставить обучающимся ту или иную оценку. Если в первых двух режимах работы – обучение и самоконтроль – не обязательно добавлять фамилию обучающихся, не обязательно хранить результаты где-то в интернете, в отдельном документе, то при режиме контроля, конечно же, обязательно нужно добавлять к тестам вопрос, куда они введут свои фамилии, имя, отчество, возможно, даже класс. Тесты можно проходить несколько раз. После того, как вы отправляете форму, появляется ссылочка для повторного ввода формы. В настройках можно этот режим отключить, то есть разрешить пройти только один раз. Ну вот, в частности, в режиме контроля уже настройки более жесткие по прохождению теста, и здесь можно сделать ограничение на прохождение теста. Ну, если вы считаете возможным, можно разрешить несколько раз проходить тест. В таблице результатов эти все результаты будут отображаться, и затем вы, как учитель, можете уже решить, какой вариант ответа за честь конкретному ученику. И вот последняя наша анкета, которую вы сейчас посмотрите. Это как раз тест. Сейчас, секундочку, я скопирую. Все вам книги о Гарри Поттере. Все ли ты знаешь о школе Холверс? Ну, здесь, конечно, более сложные вопросы, может, вам показаться, потому что, может быть, вы не читали эту книгу, либо читали ее давно и не все помните. Но тоже вот поотвечайте на вопросы, чтобы увидеть, какой результат вы получите после отправки формы. Я тоже здесь поотвечаю вместе с вами. И вот посмотрите, здесь тест ограничен по количеству прохождений, да, только один раз можно пройти, но зато можно посмотреть баллы. Видно, какой вариант выбрали неправильно, какой правильно. И обратите внимание, что если был дан неправильный вариант, дан комментарий. То есть, например, неправильно нужно еще раз внимательно прочитать книгу. Ну, в данном случае это. Если правильно, то тоже какая-то рекомендация, либо какая-то выдержка из книги. Ну, вот, например, я правильно угадала, во сколько отправляется Хогвартс-эксперт в 11.00, да, и у меня вышло сообщение. Правильно, стандартным способом добраться в Хогвартс является поезд-экспресс 1.00 сентября, отходящийся в 11.00 утра и так далее. Вот, надеюсь, что у всех это получилось. Здесь давайте посмотрим, какие дополнительные настройки можно сделать для режима контроля. Ну, все это делается во вкладочке «Тесты», да, и здесь, вот, опять же, в зависимости от того, какую цель вы преследуете, в разделе «Видно пользователю» можно показать незачтенные ответы, да, можно показать баллы за ответы, но не показывать правильные ответы, но, опять же, чтобы вот не подсказать другим. Если вы считаете необходимым показывать правильные ответы, то, соответственно, этот пункт включаете. Либо вы считаете, что ученикам достаточно посмотреть баллы за ответы, да, в этом случае оставляйте только этот режим включения. Все, что касается по настройке режимов, мы с вами рассмотрели. Если у настройки режима есть, сейчас вы можете их задать. Если пока все понятно, то мы идем дальше. Ну, я вопросов не вижу, поэтому смотрим дальше. Итак, в тестах можно использовать иллюстрации. Мы с вами уже посмотрели несколько примеров, где они используются либо в качестве задания, да, ребусы и картины, либо просто в качестве какой-то иллюстрации. Здесь картинки и иллюстрации можно загружать разными способами. Можно загружать с вашего компьютера. Можно сделать снимки с веб-камеры. Можно загружать, если вы храните, например, в Пикассе, да, в приложении Google с фотографиями. Можно загружать с диска. И можно загружать просто по поиску. Ну, вот, в частности, для теста по Репину, по произведениям Репина, я просто использовала поиск, введя, например, название картины, либо фамилию Репина, или картины Репина. Это очень удобно. И к иллюстрациям можно добавлять текст, который будет появляться при наведении курсора. Можно менять размеры иллюстрации, перемещать ее вверх и вниз, внутри формы. То есть оформлять так, как вам хочется, и как вы считаете лучше. Вы видели также пример теста, где используется видео. То есть видео может быть не просто иллюстрацией, а видео, или там дополнительным материалом, а видео как источник информации, на основе которой задаются вопросы. Плюсом является то, что, если, допустим, просмотрев беглое видео, ученик не может или затрудняется ответить на какие-то вопросы, он может еще раз обратиться к видео, еще раз его посмотреть, и затем уже ответить на вопросы формы, не отправляя ее. То есть может обратиться к видео несколько раз. Также добавлять видео можно, поискав его в YouTube, либо можно использовать ссылку на видео, найдя ее в интернете. В формах Google в последнее время имеется очень хорошая функция, такая как загрузка файлов. То есть помимо того, что ученики могут отвечать на ваши задания, на ваши ответы в виде теста, можно давать какие-то творческие задания, которые обучающийся выполнит в каком-то, может быть, документе, либо это будет рисунок, который потом можно сфотографировать, либо отсканировать и отправить для проверки. То есть это функция загрузки файлов. Здесь важно понимать, что если на тесты ученик отвечает, не входя в аккаунт Google, то есть вы просто отправляете ссылку, либо размещаете ссылку на тест на каком-нибудь ресурсе, то при использовании загрузки файлов у обучающихся обязательно должен быть аккаунт Google. То есть они не смогут отправить вам документ, если не будут находиться в аккаунте. То есть если вы работаете с Google классом, то у ваших учеников уже есть аккаунты Google. А если вы хотите все-таки использовать загрузку файлов в тестах, то необходимо зарегистрировать обучающихся в Google. Ну вот с точки зрения учеников и родителей, которые не очень охотно многие идут на регистрацию в различных сервисах, возможно, что необходимо будет отказаться от этой возможности, как бы вам не хотелось. Ну и последнее. Где же можно хранить ответы респондентов? Ну вот мы с вами говорили, что в режиме обучения и самопроверки можно не хранить результаты на отдельном документе. Они будут храниться в форме, и в принципе вы можете увидеть, как отвечали ваши ученики. А в режиме контроля, конечно же, обязательно хранить ответы в таблице. В этом случае у вас будет два документа. Один документ – форма, другой документ – таблица, в который вы можете разделить доступ. То есть, например, дать возможность своим, может быть, коллегам посмотреть результаты ответов, либо содействовать вам в оформлении формы. Ну, так или иначе, результаты хранятся в таблице в отдельной. И при настройке теста вы переходите во вкладку «Ответы» и выбираете, что вы храните в таблице. Этот документ сразу создается, и при прохождении обучающимися, при ответе на вопросы теста, эти ответы сразу же записываются в таблицу. То есть в таблице каждая строка соответствует ответам ученика. И в этой же таблице, если разрешено несколько раз выполнить тест, вы увидите столько строчек, сколько ученик отправлял эту форму, то есть сколько раз отвечал он на этот тест. В форме информацию можно посмотреть по каждому отдельному пользователю, то есть как отдельный обучающийся отвечал на вопросы, где он в каких заданиях допустил ошибки. Это здесь будет видно более наглядно, чем в таблице. Также можно посмотреть во вкладочке «Вопрос», сколько учеников правильно ответили на вопрос, сколько неправильно, что тоже очень важно при оценивании усвоения изученного материала. И также мы можем посмотреть в режиме ссылок в форме диаграмм, как, насколько верно, неверно, либо какой вариант ответа выбрали те или иные обучающиеся. То есть статистика по тестам предоставляется в разном виде. Вы выбираете тот, который вам удобнее и нагляднее. Ну и отдельный я слайд вывела, как дать совместный доступ. Возможно, кто-то еще не освоил эту функцию. То есть можно для формы дать отдельный доступ, пригласив коллегу, например, по адресу электронной почты, либо сделать настройки таблицы, также дав разрешение либо по редактированию, либо только для просмотра. Ну и, кстати, важно показать, например, родителям, как ответил их ученик. В этом случае можно дать доступ и родителям к таблице по чтению, например, чтобы они посмотрели, сравнили, либо выслать им какие-то скриншоты, подтверждающие, как их ребенок справился с заданием. Вот, кстати, результаты можно распечатывать непосредственно, находясь в форме. То есть, если мы нажмем ответы, выберем, например, отдельный пользователь. Сейчас я снова переключусь на рабочий стол и вам попробую продемонстрировать. Вот, посмотрите. Я выбираю закладку «Отдельный пользователь». И здесь у меня есть значок принтера, то есть я могу распечатать, как отвечал ученик, где у него стоит правильные, вот галочки, да, где стоит неправильный ответ, крестик. Можно пристать и по каждому ученику посмотреть результат. То есть здесь мы видим и количество баллов набранных обучающимся, да, какого числа и во сколько он отвечал. Ну, в частности, сейчас мы видим результаты участников вебинара. Да, вот 14-16 отвечали. И можно распечатать. В вкладочке «Вопросы» мы можем увидеть, сколько человек ответили, да, что они отвечали, сколько баллов набрали и так далее. И во вкладке «Сводка» мы можем увидеть вот такие вот диаграммы. И тоже посмотреть, сколько человек ответили правильно, сколько неправильно и в процентном отношении. Вот эти диаграммы можно копировать в Word. То есть это важно, если вы составляете отчет по контрольной работе, по тесту, пишете анализ этой контрольной работы. То есть отсюда вы можете эти диаграммы скопировать в текстовый редактор в Word. Так, есть ли возможность ученикам записывать устный ответ для упражнений по английскому языку? Ну вот в данных тестах нет возможности записывать устный ответ. Есть сервис, который называется Weiser или Weiser. Вот в этом сервисе он напоминает работу с формами Google, но там есть вариант записи устных ответов обучающихся. Можно вот аудиофайл загрузить. Да, спасибо, Елена подсказывает. То есть записать аудиофайл на компьютере и загрузить в качестве, прикрепить в виде файла. То есть такая возможность прикрепления файлов есть. Можно ее использовать. Так, коллеги, есть ли еще? Можно видеофайл, чтобы было понятно, что именно этот ученик говорит. В принципе, в качестве ответа, вот если мы говорили уже о формах и вариантах ответов обучающихся, в принципе, видео можно тоже сохранить в интернете на закрытом канале. Это могут помочь делать родители, да, и отправить учителю ссылку на это видео. То есть в качестве ответа текстовое поле, куда скопирована ссылочка на видеофайл. Ну, тоже вот как вариант. Еще, может быть, есть вопросы? Коллеги, если что-то нужно еще показать, может быть, кто-то что-то не понял в настройках, пожалуйста, пишите. У нас еще есть немножечко времени, и я могу вам что-то повторить. Ну, вот на слайдах я постаралась подробно алгоритмы расписать. То есть эта презентация у вас останется, вы можете к ней обращаться, подсматривать, где какие кнопки, какие режимы лучше настроить. То есть этот материал у вас будет в качестве такого вот справочного материала. Спасибо, Светлана Руслановна. Ну, я стараюсь, чтобы понятно было, потому что не всегда у учителей есть время самим разбираться вот с такими вот тонкостями, да, и хорошо, когда это все кто-то расскажет и особенно покажет. Ну, вот где будет размещена презентация, это на сайте Снейла. Вам организаторы еще дополнительно расскажут все, где что разместят и что можно будет скачать. Коллеги, если нет вопроса, тогда с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. И она прямо сегодня у вас будет. Но вообще завтра вот Елена Епсюкова уже написала, что вам всем будет отправлены письма на те ящики, которые вы указали при регистрации, с которых вы сегодня зашли, где будет и ссылка на вебинары, на презентацию. А вообще на сайте центра Снейл, вот тоже есть ссылочка, у нас размещаются все проведенные вебинары, которые уже прошли. Там можно скачать и посмотреть и сам вебинар в режиме видеозаписи и скачать презентацию для использования в формате PDF, она тоже там размещена. Да, большое спасибо, что звук пропадал, очень мешало, но интернет у нас в России не всегда и не везде хорош, поэтому мы, конечно, тоже активно прислушивались, потому что текст Веры Павловны, тот контент, который я выдавал, просто шикарный, но место, где сегодня находилось, немножко со слабым интернетом, извините, но вот такая сегодня фосмажорная ситуация образовалась. Очень часто такое бывает, скорость интернета не всегда хорошая, даже там, где всегда была хорошая, какой-то день может упасть. У нас, например, в центре, в офисе тоже бывает, что мы с утра начинаем день с того, что мы разбираемся, что же с нашим интернетом. Итак, дорогие коллеги, после вебинара я вам говорила, что расскажу о следующих наших мероприятиях. Не забывайте заранее регистрироваться, завтра у нас новый вебинар, также в 14.00 по Москве, востребованные приемы организации интерактивного взаимодействия. Наталья Александровна Курганова пройдет такой вебинар. В среду у нас вебинар от Дмитрия, от Ивановиченко Дмитрия, тема формирования цифровых навыков учащихся и педагогов, и завершит 12 сентября нашу летнюю серию вебинаров Курганова Наталья Владимировна. Тема вебинара будет полезна, имейл рассылка в школе для чего и как. Рекомендую всем прийти, сами записались на этот тоже вебинар, он последний, очень интересный, я думаю, что очень многим из вас он будет очень полезен. Вы можете всегда заказать связь участника вебинара, для этого вам необходимо зайти на сайт центра СНЕЛ, у нас в верхней панели сайта есть теперь отдельная вкладка педагогу, и там есть вариант вебинары. Заходите в вебинары, в летнюю серию вебинаров, можете посмотреть любой, тот, который вам нравится, заказать, нажать на клавишу заказать связь участника. Но вам нужно не только заплатить денежку за это, денежка не такая большая, правда, в этом году всего 100 рублей мы определили, как формат такой, чтобы вы могли бы, мог быть по силам каждому. Вы должны ответить на вопросы по итогу вебинара, каждый из наших спикеров прислал несколько вопросов, именно они станут решением того, получите вы связь или нет. Поэтому просто так мы не продаем, нужно смотреть вебинар, нужно отвечать на вопросы, и только после этого, оплатив, вы можете получить удостоверение участника вебинара. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что это правильно, потому что мы не продаем никакие ни грамоты, ни свидетельства, все их нужно заработать. Ну, а еще один вопрос напоследок, пока мы все еще здесь, некоторые остались. Напишите, пожалуйста, в чате, откуда вы узнали о вебинарах в центре СНЕО, то есть ваш источник информации основной, где вы увидели, что у нас проходят вебинары, и пришли сегодня вебинар Веры Павловны. Ну, понятно, интернет, Татьяна, а что-то под конкретнее в интернете там где? Ирина, рассылка, спасибо. Рассылка от центра СНЕО мы рассылались, подписан на страницу, поняла, Татьяна, на страницу СНЕО подписаны. Интересно только, где ВКонтакте или в Фейсбуке это у нас было, на какой соцсети вы подписаны. Да, мы размещаем информацию, стараемся размещать именно в социальных сетях. Да, спасибо, Татьяна, на Фейсбуке. Целенаправленно искала в интернете. Елена Сергеевна, очень рада, что вы искали и прямо попали на вебинар. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Искала вебинар для библиотеки Яндекс.Видон. Отлично. То есть поисковики. Мы очень рады, что, да, мы уже начали индексироваться и выдается при поиске. Мы активно рассказываем в наших вебинарах именно на страницах соцсетей в интернете, на сайте центра СНЕО. Рассылками будем пользоваться в меньшей мере. Но, тем не менее, рассылки тоже будут. В основном мы рассылаем приглашения по тем нашим участникам, которые у нас участвовали ранее, для того, чтобы пригласить их снова к нам. Потому что все вы наши педагоги, которые принимаете участие в конкурсах центра СНЕО с детками. И вот формат такой, как вебинары, это то, чем мы можем с вами тоже поделиться. Поэтому мы вас зовем. Те, кто к нам ходят регулярно, они знают об этом. А соцсети позволяют нам привлечь новых людей и рассказать о нашей деятельности тем, кто еще не знал, что у нас проводятся такие интересные вебинары. Рассылка от Ракурса или Мирополису. Ну да, тоже такая рассылка была. Спасибо большое. Итак, спасибо за ответы. Я вам очень благодарна. Спасибо за вебинар. Большое спасибо Вере Павловне за такое качественное представление сегодняшней темы. Я желаю всем хорошего вечера. До завтра. Ждем вас также в 14.00 по Москве на следующий вебинар. Вебинар от Натальи Кубрак, который будет посвящен востребованным приемам организации интерактивного взаимодействия. Итак, до свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok